Весь вопрос в условиях, на которых эти компании могут быть допущены для заработки полезных ископаемых. Значит, и дело здесь совсем не в технических средствах и не в денежных средствах, а в том, что если в компании не преобладает государственное участие, то эти полезные ископаемые могут перейти под контроль других государств. И это серьезная, очень серьезная проблема. Значит, если вы помните, что проблемы ЮКОСа начались совсем не с обвинений в коррупции или с каких-то политических заявлений, а именно с того, что руководство ЮКОСа попыталось продать свою компанию целиком Соединенным Штатам Америки. Россия утрачивала бы контроль над нефтью, которая является нашим, так сказать, главным золотом. Поэтому здесь нужно быть очень осторожным. И это проблема не какого-то там ограничения чисто российского. Все страны, значит, не находящиеся в зависимости, независимые страны, они контролируют свои природные богатства. Тем более, что у России природные богатства – это не только наша современная экономика на этом построена, но это вообще наш исторический потенциал при этой огромной гигантской территории и при этом богатстве, которое наши предки нам, вот, для нас, скажем, завоевали и оставили нам в наследство.